мы сделали обвалку ноги барашка задней сейчас будем готовить вяленое мясо обрезаем лишнее нарезаем на кусочки порционные чтобы гости приходили мы им на этот вот я предлагаю вот так вот эту мышцу целиком мы обрезаем вот она вот и сделаем это уже гостевые кусочки такие вот по массивней гости когда будут приходить мы будем отрезать остальное запечем вот у нас будет два больших кусочка на завяливание и вот маленькие кусочки теперь начинаем их солить мясо будет вяленое типа бастурмы но быстро сделано у нас волшебный рундук вот он который всегда с собой я вожу везде во всех путешествиях по сибири дальнему востоку везде здесь у нас специи даже белые грибы есть много-много всяких мешочков соусов много-много мы оттуда достали молотый сычуанский перец сычуанский перец вот в нем он не молотый выглядит вот так вот называется ходжо европейцам этот вкус непривычен он от него не имеет рот китайцы называют сухая острота сухая острота называется сычуанский перец он является усилителем вкуса мощным и консервантом то есть если вы разжуете несколько вот таких вот кусочков будет рот за ними и так готовим здесь у нас имбирь молотый это сычуанский перец молотый черный красный перец со специями паприка с кавказскими специями красный перец красного перца не жалеем кавказская специя с хмели суны левитя на зеленый вот отдельно ее посыплю сюда вот так вот ее тоже не экономим ну и конечно баранина святая специя для баранины это зира и и молим добавляем сахара немножечко сахар вы будете удивлены он является усилителем вкуса и консервантом естественно нож мешаем начинаем с маленьких кусочков вот мы их вот так вот прям отрабатываем каждый кусочек каждый каждый кусочек мясо приготовиться за несколько дней будет вяленое вот такие кусочки вдоль мышцы мышцы целиком порезаны и большие кусочки но это уже будет так сказать показательный вариант для гостей обычно гости встают на колени и просят добавку всегда реально это это бывает всегда абсолютно вот так вот мы его так вот со всех сторон хорошо заматываем начинаем теперь засолку как это делается вот наша емкость в которой будет целиком делаем подложку из соли ложим что все время было в специях наше мяско выкладываем большие кусочки вниз обсыпаем обсыпаем вниз выкладываем кусочки следующий засыпаем теперь все они у нас соли выкупаны и засыпаем их выкладываем в холодильник в холодильнике будет лежать сутки можно трое суток главное потом вымачивать одни сутки один час вымачивать запомните пропорцию и закрываем убираем в холодильник сутки ровно сутки мариновалась солилась наше мясо в каком виде сейчас сейчас мы его вытащим и будем вымачивать ну вот какие кусочки они твердые прям просолились какой они источают аромат это надо просто чувствовать вот эти кусочки мы будем сейчас вымачивать тридцать мы промыли от соли кусочки наши вот они аж твердые просолились твердые куски держат прям форму вот они такие напитанные мы будем час вымачивать час потому что сутки у нас солилась баранинка наша потом будем вываливать специях и вялить не забывайте ставить лайки для нас это очень важно мясо наше вымочили вот оно отлежалась твердое стало смотрите вот держит форму лежала она у нас потом на салфетках на влажных вернее на сухих на бумажных вот сейчас будем готовить пропитку начинаем щепотку сахара нашу грузинскую приправу кавказскую на основе хмели сунели восточную красный перец паприка зиро запомните баранина это зира зира это баранина вот приправа для зиры для баранины это зира для зиры это баранина мясо чем больше тем лучше зиры много не бывает красный перец дополнительно сыпем красный перец наши приправки из рундука сычуанский молотый перец зира молотая наша красная приправка еще одна молотый имбирь немножечко приправки все мы сделали сейчас будем баранинку мы всю вымакивать но перед этим мы обязательно сбрызнем уксусом это нужно для того что если у вас будет лежать мясо потом вялиться долго чтобы вы его не плейся ничего не напала на него у нас уксус бальзамический но концентрирован аромат идет теперь что мы теперь делаем мы теперь обязательно в чесноке вымакиваем чеснок во первых спасет нас от мух от всего от всего от всего и аромат даст вымешиваем приправки вот они какие ароматные и пожалуйста вот вот у нас кусочки вот они какие должны быть следующие чесночки обязательно в чесночке обязательно в чесночке обязательно в чесночке вот так вымакиваем последний наш кусочек чесноке мы уже весь измазали сейчас в наших приправках наших хорошо хорошо обрабатываем никто вымакиваем последний наш кусочек должно быть ни одного сантиметра без приправок сейчас будем одевать и вешать вялиться мы сделали пирамидку из наших шампуров деревянных и вот на такие нанизали с двух сторон маленькие шпажки и вот развешали сейчас стемнело на ветер на сквозняк ставим на балкон вялиться будет вялиться ну два три четыре дня будем смотреть надрезать и дегустировать пришло время пробовать нашу сыро вяленую баранину три дня она вялилась сразу скажу что баранина была проверенная молодая мы ее будем кушать но рекомендую положить ее в пакете в морозилку на несколько дней проморозить но она готова и вот она у нас вот так стояла на шпажках это маленькие кусочки были это большие вот кусочки наши два предлагаю посмотреть что же у нас получилось что же у нас получилось вот она баранинка посмотрите какие кусочки получаются вот абсолютно сейчас мы нарежем большие посмотрим какие получаются кусочки аромат конечно несказанный малосольная ну как она соленая как колбаса но очень вкусная крупным планом снимите пожалуйста это нарезанное сейчас пробуем большие кусочки сразу по серединке посмотрите какие кусочки получились сейчас будем резать и дегустировать снимаем напоминаю это баранина сыровяленая она быстро приготовленная можно готовить можно дольше вялить но тогда будет очень сухая очень твердая это сейчас идеально у нас приготовилась приятного аппетита не забывайте подписываться на наш канал дегустатор толстов ставить лайки обязательно это очень очень подвигает на новые рецепты буду стараться и вам новые рецепты выкладывать нужно обнимать в новом году в начале я еще не могу я не могу это это Продолжение следует...